Друзья, привет! Это Зинаш. Акустика, видите какая? В бане сижу. Вчера, вчера я никогда ездила в город яблоки отвозить. Дочь на балконе прибиралась у мамы и там по мелочам тазики, мазики всякие, там табуретка старая, еще папа делал. Меняли позапошлый год у мамы трубы отопления железные срезали и ставили пластиковые обрезки труб. Мама, ну в квартире же вдруг пригодится, все на балконе складывала, остатки. Дочь все вытащила, говорит, мам, это выбросить. Я говорю, не надо выбросить, выбросить не надо, в частный дом все пригодится. Тем более, знаете, мне куда-то что-то пристрою. Потом в спальне у мамы стояла, я не знаю, тумбочка какая-то, знаете, на тонких ножках, тумбочка там вот такой, как барная, открывается одна и две эти, ну нет, шуфлятки называются на казахском, тарпалар и экторпа, две тарпашки, выдвижные полочки. И там мама, мама чистюли же меня, она все полки в шифонере, везде газеты прокладывала. Смотрите, желтая от времени, январь 90, 10 января 94 года, вечерние Алматы, газеты уже желтые. Ой, это вторник, 24 августа, 93 год, вечерние Алматы. В советское время вечерка была, вечерняя Алмата. Американское баночное пиво, Торговый дом Настя, фирма Сулпак только развивалась, ассоциация Туустар. Киноафиша, о, киноафиша Целинный, улица Масанчи 59, телефон 62-83-51. Кинотеатр Казахстан, Сейфулина 519 возле моего института. Кинотеатр Алатау, Тулеби 41. Кинотеатр Арман, но Арман остался на Ленина 104. Кинотеатр Сарарка, он тоже остался в микрорайоне, по правде находится. Кинотеатр Сарарка. Кинотеатр Шугла, Шугла осталась, но я не знаю, он работает, не работает кинотеатр. Кинотеатр Чайка, второй микрорайон, Чайка. Не знаю, второй микрорайон, я там ни разу не была в Чайке. Помню, был где-то спутник, где-то в районе Тастака, по-моему, и у нас в орбите, чуть ниже орбиты, в Талгуле был кинотеатр Мир. В Мире была, вот в Шугле ни разу не была, в Чайке тоже не была, а остальные кинотеатр все было. Смотрите, где фильмы шли в 93-м году. 25 августа, путешествие в рай, США, развод, две серии, Индия. 26 августа, маленький мститель, не написано чей, путешествие в рай, развод, две серии, Индия, маленький мститель, удачи вам, влюбленный манекен, удачи вам, господа, фильм шел. В Казахстане шел. 25, 26, 27 августа, фильм Сати, две серии, Индия, слезоточивый фильм. Мисс Катастрофа, в Казахстане шел. Волота ушло, 25, 26, 27 августа. Меченые, линфильм. Лыжный патруль. В Армане шло, 25, 26, 27. Крах Джердж Сина, США, стереофильм. А, это первый стереокинотеатр у нас был, очки надеваешь. Когда первый раз пришли, очки надели, там какой-то фильм назывался «Парад аттракционов». Ну там все, насобирали, сидишь в этих пластмассовых очках. И там такой, знаете, где-то в тропиках бабочки. И бабочки летают, и все сидят, все сидят вот так вот. А мы опоздали на начало. Зашли, не помню, с кем ходила, с братом, наверное, ходили. Зашли, а уже фильм начался с экрана. И все сидят вот так вот. Думаю, больные, что ли. Сели, нам очки выдали же, очки надели. И прям бабочки, знаете, как будто на тебя садятся, так тоже сидели. Потом там, по-моему, водопад был. Все сидели, вот так рукой прикрывались. О, стереофильм. Надо же. Так, крах Джерд Сина, США, стерео. Месть поруганных женщин, США, стерео. Не видела. Неверный влюблен, возлюбленный, две серии. Индия. На четыре часа и на семь часов вечера. Сарарка. Огненное кольцо. Дьявольские водители. О! Кинотеатр Шугла. Моя душа. Две серии. Индия. Потом, почему я или лакомый кусочек. Дебильное название, да? Кинотеатр Чайка. 25 августа. Последний суд. Две серии. Индия. Зять. Две серии. Индия. И написан 27 августа. День кино. А-а-а. В кинотеатре Целинный в 15.00 благотворительный сеанс. Фильм. Удачи вам, господа. Здесь вот тоже это, эти... Некрологи. У меня папа когда умер, тоже не знаю. То есть организацию, наверное, сделали, но некролог. Там про папу написано было. Вот, блин, квадратик. А приятно было, что в газете напечатали про моего отца. Смотрите, слушайте. Продам трехкомнатную улучшенную квартиру в центре за СКВ. Свободно комментированную валюту. Юноши и девушки. Объявление. Не все еще потеряны в этом году с выбором профессии. МПАДТЭКС при институте повышения квалификации готовит в короткое время суперсекретарей референтов и менеджеров. Участвуем в трудостройстве. Программе. Машинопись. Дело производства. Компьютерная подготовка. Бухучет. Юриспруденция. Деловой иностранный язык. Казахский язык. Оргтехника. Понятно вам? Реализуем автомашину КАМАЗ 89-го. Автомашину КРАЗ. Самосвал. Чай индийский. ТАТАТИ. Высшего сорта. Упаковка 250 грамм. Недорого продаем спиртное, сигареты, пиво, напитки, пирожковозы, новые и другие товары. С 9 до 10 без выходных. Принимаем на реализацию сигареты, пиво, напитки, спиртное и другие товары. Приглашаем продавцов-реализаторов. Рассмотрим любые коммерческие предложения. Реализуем по самым низким ценам в широком ассортименте водку 0,7 производства Германии. Виски, джин, пиво. Также прокладитель напитки 1,5 литра. Шоколад. Москва. Телевизор нам. Реализация купит бумагу. Организация примет на работу монтажников, сварщиков, ранее работавших по монтажу крупнопанельных жилых зданий. Гарантированная зарплата 150 тысяч рублей. А, тогда еще рубли были, не деньги. Да. Принимаем заявки на строительство здания. Предприятие приобретет муку и другие продукты питания. Закупит весы, холодильники, другое торговое оборудование. Требуются продавцы продовольственных товаров. Смешно, да, сейчас читать такие объявления? Не упустите свой шанс. Внимание, любители спортлото. Принимая участие в интересной и увлекательной игре спортлото, вы можете стать миллионером. Разнообразные виды спортивных лотерей вы найдете в фирменных хиосках. Их можно приобрести как за наличный, так и безналичный расчет. Уважаемые алматинцы. Казахская моторная компания «Астана Моторс» снимет в долгосрочную аренду помещение под автосалон. Криминальная хроника. Прокатился? Цены за проезд такси у частных извозчиков в столице? О, как кусаются! И тем не менее, по тем или иным причинам люди продолжают пользоваться их услугами. Хотя иногда это чревато последствиями. Военнослужащий С, решив быстрее добраться домой, тормознул «Жигуленок». Двое неизвестных сидевших в машине довезли его до пресечения улиц Жандосова и Розубакиева. И здесь, угрожая расправой, отняли у ошарашенного пассажира полмиллиона рублей и скрылись. Прокатился, называется. Жертва Бахуса. Судя по оперативной информации, поступившей в МВД. Со всех концов республики каждое второе убийство совершается в состоянии опьянения. Во дворе родного дома житель Жамбыла после обильного возлияния начал выяснять отношения со своим собутыльником, рабочим ПМК. В руках у озверевшего хозяина оказалась палка, которую он нанес по бою своему гостю. Последний скончался в больнице. Следующая трагедия произошла в поселке Жамбул в Жасказганской области. Два работника артели горняк устроили пьянку в общежитии. Закончилась она плачевно. Один зарубил другого топором. Нигде не работающий житель села Плодовиноградное Южно-Корстанской области распивал спиртное с учеником восьмого класса. Что-то школьник не понравился хозяину дома, и тот набросился на него с кулаками. От нанесенных побоев подросток умер. Остается добавить, что все убийцы задержаны, но это вряд ли утешит родных и близких. Тех, кто стал жетом ненасытного бахуса. На чем упокоится оптимизм? Контакты с профсоюзом США. Водное чудо Ковчегае. Эх, полным-полна коробочка. Или информация к размышлению для тех, кто решил посетить барахолку. Вот, сейчас покажу вам. Помните, что барахолку рассказывала я? Когда с мужем шли, я за него закупку держалась. Там вот, сейчас видно вам, не видно будет. Железные прилавки, ну вот такие вот железные столы, там внутри как тумбочка, и козырек. Видно вам? Вот продавцы сидят, вот охраняет, вот наверху крышу убрали, развесили одежду. Так раньше барахолка выглядела у нас. Вспомним всех по именам, это надо живым. Продолжаем публикацию имен алматинцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. К сожалению, городской сектор книга памяти не располагает полными данными по отдельным фамилиям. Дополнение и уточнение просим направлять городской администрации. Комната такая, телефон такая. Напоминаем, что списки составлены военкоматом Ленинского района. Мы раньше в Ленинском районе жили. Сейчас это Алмалинский район. Будут опубликованы данные других РВК. Толкачев Николай Александрович родился в 23-м году в Чкаловской области, Сергеевский район, поселок 2 Красный. Лейтенант погиб 12 января 43-го года. Других данных нет. Пока идет следствие. Гости на вечерке. Единственная надежда. Былины старые, старинной глубокой. С последним лучом солнца. Мозаика. Его знают в театрах. Потом там в тумбочке нашла такую еще газету. А мама там что-то считала. Видите? Панорама. 14 августа 93-го года. Курс американского доллара продолжает расти. Один рубль. А подождите. Р рубль. Полторы тысячи за 1 доллар США. По такому курсу можно было продать доллар на стихийных столичных рынках у отеля Атрар и Детского мира. Атрар. Ну такое посчиталось. Не считалось это было. Там иностранцы вас ума останавливались. Или Детского мира. Купить доллар можно было за 1600 рублей. Таким образом неделя принесла новое падение рублевого курса. Первое после того, как оно стабилизировалось. Отправившись от московского шока. По этим показателям можно заключить, что российская старая наличность уже хлынула на казахстанские рынки. Валютная биржа РК, но не смотри Казахстан, не прерывает свое затянувшееся двухмесячное молчание по словам представителей биржи, ее работу парализует полное отсутствие валютного предложения. Выставление валютного лота в ближайшем будущем на бирже не ожидается. По мнению наблюдателей, на следующей неделе падение рублевого курса будет продолжаться. Рыночный курс стабилизировался на уровне 1500 за 1 доллар. Курс валютной биржи застыл на отметке от полученной 15 июня. Президент. 7 августа в Москве президент Казахстана Дурсултан Назарва принял участие под встречи пяти государств Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Введение двойного гражданства может остановить отток русскоязычного населения из Казахстана. Ученые определили свое участие в исполнении антикризисной программы. Еще один претендент на разработку тенгизского месторождения. Блин, я люблю вот эти вот газеты читать. Не знаю, как это. О! Программа передач на неделю. Какие каналы у нас были? Алматы, Москва, Россия, Тан Плюс ТВ, КТК, 31 канал. Почитайте, какие примерно передачи были по Москве. Воскресенье прочитаем. 7.40. Программа. 7.45. Утренняя гимнастика. 7.55. Час силы духа. 8.55. Новости. 9.35. Автошоу. 9.50. Технодром. 10. Центр. 10.30. С утра пораньше. Денвер. Последний из динозавров. Мультик. 11. Пока все дома. Помните такую передачу? Так, здесь темно. 11. Пока все дома. А, говорила. 11.30. Тираж Спортлото. 11.45. Звезды эстрады детям. 12.45. Военная ревю. 13.20. Под знаком Пи. 14.10. Новое поколение выбирает. 15.00. Мультфильм Пиф и Геркулес. 10 минут идет. 15.10. Документальный фильм Подводная Одиссея команды Кусто. 16.00. Новости. 16.15. Концерт казачьих ансамблей. Не казахских, казачьих. 16.35. Клуб путешественников. 17.25. Живое дерево ремесел. 17.30. Мультфильм Каспель и его друзья Англия. Настоящие охотники за привидениями США. 18.20. Диалог в прямом эфире. 19.00. Спортивная программа Ультра Сити. Ой, а что вам так надо? Я буду вам диктор читать программу передачи. 19.45. Новости с судопереводом. Так. 20.05. Преображение. 20.15. Панорама. Еженедельная международная программа. Ух, я помню эту программу. 20.55. Шестисерийный художественный телефильм. Пять девушек в Париже. Третья серия. 21.55. Всемирный музыкальный приз Монте-Карло. 23.00. Итоги. 23.50. Продолжение передачи. Всемирный музыкальный приз Монте-Карло. В час ночи. Новости. Час 15.00. Час 25.00. Программа. Да? В престижных районах Алматы продаются превосходные одна, двух, трехкомнатные квартиры. Оформление за счет продавца. Самые короткие сроки. Телефоны. Так. Ох, она трехслойная. Трехслойная. Такая американский кассовый аппарат в Казахстане. Преимуществ больше, чем недостатков. Госдепартамент США считает, что Казахстан проводит системные преобразования. Президент Назарбаев знал о замене купюр еще в марте, но никому ничего не сказал. Президент посетил Западный Казахстан и был удовлетворен. Однако выяснить, кто строит таможни на границе, так и не удалось. Казахстанский офицер захвачен в плен на таджикско-афганской границе. Казахстан не участвует в экспорт-93, несмотря на специальное постановление правительства. Дочерняя компания Нью-Йоркской фондовой биржи намеревается создать в Казахстане агентство. Местный партнер может оказаться несостоятельным. Продаются кухонные гарнитуры, производятся в Голландии, частные дома в Калкамане и Иссыке с большим участком. Казахстан проведет инвентаризацию объектов Байконура. Уходить с Афгана-таджиксской границы сегодня было бы нелогично. Обвинения парламентского комитета в адрес Министерства экологии не подтвердились. В октябре в столице пройдет выставка конверсионных технологий. Мы тогда еще в столице были. Вы думаете, халям-балям что ли? Алмата была. Курсы по косметологии и косметическому массажу. Окончившем курсы выдается свидетельство и оказывается помощь в трудоустройстве. Алма. Объем сделок по-прежнему падает в бирже. Торговля по каталогам. Ядерный статус выгода, от которой нужно вовремя отказаться. В Пакистане интересно путешествовать, но выгоднее покупать кожаные куртки. Права человека в Китае по-прежнему нарушаются. ЦРУ против экспорта оружия. Борьба с переменным успехом. Как оно? Ностальгия, а? Короче, дочь отдала вот эту тумбочку, занесла в зал. Ну, так, знаете, вверху была, видимо, покрыта лаком, но она поглупилась. Я не помню такую тумбочку. И вот эти дверцы, они лаком покрытые. У меня там салфетки есть коричневые, там, как мультимига, пряники, пряничные такие, коричневые. Я, наверное, рекупаж сделаю. И смотрю, там тазики, мазики от дочки передала. И передала вот такую дорожку, коврик. Вот, welcome. Внизу прорезиненная, не прорезиненная, резина. Мамины волосы, блин. Вот, помните, вчера показывала хозяйство, у меня вот такой жидкий шампун есть. У меня, как заходишь домой, там кафель же прихожие. И там теплый пол. Я постелила там кусочек этого, как его называться? Палас. А он, там же, знаете, в заветке палас, вот так вот петли-петли снизу заливали этим клеем. И он скользит постоянно. А это постираю, это, мама, где-то на боку, наверное, было. И туда положила, она к намерка будет. Щетка такая, я не знаю, для чего купила, ну, не, хорошо, щетка. Здесь такая дорожка у меня в бане. А обратно, из-за ланой. Все. А? И постирались. Все. Велком. Велком. Ой, блин, зачем я развернула? Сейчас, друзья, хочу поехать застиральной машинкой. У меня здесь в бане же говорила, эта машинка полуавтомат. Почему я не купила сразу сюда автомат? Я когда переехала сюда, здесь такой напор был воды. В доме-то нормально, вроде, так смотришь. Там, потому что там накопительный, расширительный бачок есть. А здесь вот, когда возле бани, вот спичка есть, спичка у спички, вот головка серная. Вот такой напор был. Я думал, блин, что за фигня. Я два, два года так жила. Вот эти тазы поэтому покупала, туда на ночь кидаешь, на за ночь, один тазик набирается, потом туда, туда, туда. Вот. В доме в любом случае вода была, но смотрю, посмотрю здесь, вот прямо вода плохо идет. Думал, блин, в стиральную машинку нужно, чтобы хороший напор был. Думал, вода плохо идет, думаю, там не будет успевать набираться, и машинка сгорит. Поэтому купила полуавтомат. А потом, это первый год. Потом через год, по-моему, на следующий год я вот эту баню построила. Фундамент сама заливала. Вот. И потом весной, как потеплеет, машинку полуавтомат тащила сюда, потому что в бане купалась же весной. Что думают, воду тратить, свет тратить. Здесь растопила, и горячей водой постиралась. До снега, до холодов. Потом эту машину тащила домой. А сейчас, думаю, ну, друзья, на самом деле, когда стираешь, вот раньше советские машинки круглые были, Алмата, там, Бишкек был, это, Фрунзе была машинка, советские. Воду наливали, сами знаете, да, наливаешь, стираешь все в одной воде, потом сливаешь, потом полоскаешь, потом отжимаешь, вот. И устаешь. И так же это, даже когда дома поставишь ее, начинаешь, с душа шланг бросаешь, чтобы горячую воду, а там же газовое отопление. Пока она нагреется, вода в трубах, пока на горячую воду придет, постираешься, наберешься, потом вот это все выливать, это устаешь. Поэтому я говорю, надо немножко здоровье беречь, наверное, деньги не дороже здоровья. Сейчас маме сказала, говорю, мам, я, наверное, поеду на в сторону барховки, там склады есть, чтобы это с доставкой, но она тяжелая, посмотрела, где-то 60-65 килограмм весит. Во-первых, тяжелая, допустим, могли бы дети поставить. но они привезут и поставят меня на место. Я там сама подсоединю, или сын приедет, подсоединит. Потому что эти дни собираюсь подстираться, мама там уже два раза купала, одежду снимала, там свое постельное белье, вот эти вот все, это не грязно, потное же, но простернуть, это машинку опять тащить домой, или с дома, допустим, горячую воду тащить сюда, чтобы постираться. Или же нужно топить баню, воды набрать, здесь не проблема, воды набрать, растопить баню. Ну, искупаюсь я, но постираюсь я. А бывают такие вещи, допустим, вечером раз, нужно постирнуть, вот за вчера, за сегодня одежду раз, машинку закинул, или, допустим, тоже те же мамины вещи, постирать, чтобы в свежей одежде лежало. Поэтому посмотрела, посмотрела, друзья, поеду я сейчас на барахолку, не доезжая барахолная, покажу. У меня там какие-то склады есть, торгу, Аптово, как она называется, Аптово, Аптово розничное предприятие, что ли, Низам, Низам, по-моему, называется. Поеду туда посмотрю. Если нет, значит, дальше напротив Адема, там с правой стороны, барахолка слева, там, Ялян, Адем, с правой стороны, там, где продаются тоже, холодильники, стиралки. Закажу с доставкой, пускай они сегодня, пускай завтра привезут. Вот. Ворота открою, никогда заедут, водитель там, кто еще рядом. Если на крайний случай, если один приедет, то я помогу занести машинку. Вот. Поэтому немножко, знаете, гонор гонором, ну, не то, что гонором, что хорохоришься, а все-таки немножко здоровья нужно беречь. Поэтому я вот эти два дня, средняя погода пасмурная, то немножко дождик моросил, то почему-то, то солнышко выглядит, то непонятное. Думаю, ой, погода, я думаю, никуда не поеду, думаю, в жаркую погоду поеду, буду огород, траву дергать. А потом думаю, здоровье дороже. Я поэтому в саду, в огороде, не в саду, в огороде, там, где огорожено, повесит по осени, по-моему, я вам показывала, по-моему, рассадила смородину, там вишня растет, однояблонька растет, и вот это, там земляник опять что-то начал. Вчера я хотела повыдергивать землянику, она начала опять свести, бедная. Поэтому на следующий год не знаю, друзья, чисто зелень, наверное, зелень, я не знаю, наверное, куплю просто рассаду, даже не буду дома высаживать, куплю там рассаду, они копейки стоят, несколько помидорин, несколько огурцов или там кабачков, все, больше ничего не буду сажать, друзья. Сад есть, яблоки есть, есть, нету, нету, чисто там траву покосить, в огороде траву подергать, там здесь траву подергать, все, хватает, потому что не молодая в любом случае, а чтобы, допустим, мне многие пишут, что вот, почему дети не помогают, могли бы дети приехать, друзья, ну, у молодых свои заботы, работа, целую неделю поработай, потом, что вот, с Ксенией молодой, у них тоже нужно, хочется погулять где-то, вот, поэтому, это мой выбор, это моя жизнь, поэтому сейчас, допустим, даже мама лежит, и много не поработаешь, пошел в огород, прибегаешь, мам, что, нормально, в туалет, нет, покушай, там, то, 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 опять убежал, а знаете, когда начинаешь работать, кверху жопа, подботкнулся на глядку, и ты, 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 пошел, у меня не получается, начинаешь что-то делать, думаешь, что-то мама делает, прибегаешь, руки моешь, разуваешься, приходишь, мам, что там, обслужила, все, оделась, пошла, потом зашел, там, покормил обедом, потом опять вышел, и получается день, ну, раздрызганный, жарко здесь, блин, вот этот жидкий порошок, вообще не люблю, у него запах такой, и вообще порошки, вот эти, Тайт, потом, какие, какие еще порошки бывают, ну, Ариэль, вообще не люблю, у меня, во-первых, аллергия начинает чихать, даже, вот этим порошком, один раз взяла, постирала, мама мне купила, у нее такое, и когда в квартире жива, и мне купила, здесь сколько, 6 литра, по-моему, 5 килограмм, написано, купила, сейчас сижу, запах, но это, дорожка, ладно, она внизу будет, она как-то, аромат будет, а постельное белье, блин, я потом вздыхаю, лежу, от подъеделька, от простыни, даже от одежды, запах идет, я вчера показывала, сельпо, детский порошок, таким постираю, а тогда, по-моему, здесь, где она, в стиралке лежит, у брата со стиральной машинки сообщали забирала, порошок, он большой пакет, 6 или 5 килограммов купил, миф, но еще мифом могу подстирать, он, знаете, не такой термоядерный запах, а вот это ушастый нянь, российский, он этот, гипераллергенный, детский, от него почти запаха не бывает, не то, что не бывает, запаха нет, поэтому я люблю такие, я люблю, когда постираешься, даже пускай летом развесишь, и потом не глажу, ну, постельное белье, и ложишься, и запах свежести, а зимой это вообще песня, да? Постираешься, на морозе поднимешь, повисит, потом домой занесешь, она подсохнет, ложишься, блин, запах детства, мы помним в детстве, мама постирается, вывисит на эти, на проволоку, во дворе, потом заносим, она вот такое все, как USB-плиты, занесешь, поставишь, она потом падает, высохнет, накрываешься, блин, кайф, еще под снегом, подходишь, там, на простыни все в снегу, или под деревья, стряхнешь, она так-так-так, как пенопласт, снимаешь прищепки, и вот таким макаром, чтобы это, чтобы не сломать, потому что если согнешь, все, она сломается же ткань, и вот таким макаром домой заносишь, поставишь его в стенки, и там мама говорит, ааа, убирайте, приходим, она уже лежит, вот, поэтому поеду я, други мои, на барахолку, со мной поедете, нет? нет?